Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Фермеры снова вышли на протесты. Какие требования выдвигают аграрии и какие обещания дают власти, расскажем в выпуске. Коронавирус берет штурмом парламент. Зинаида Гречаной заражена COVID-19, а ее коллега-социалист госпитализирована. С ремонтом столичной улицы Албешуара в сроки не укладываются. Вовремя сдать ее в эксплуатацию не удастся. Какие доводы приводят местные власти? Об этом в нашем сюжете. Полицейскому потребовалась медицинская помощь после того, как по нему открыли огонь. Детали через несколько минут. Фермеры из семи районов страны возобновили протесты. В Львовском районе аграрии, приехавшие на свои сельхозтехники, жалуются, что власти до сих пор не предоставили им компенсации за культуры второй группы. Такие как кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла, которые пострадали от летней засухи. Аграрии выдвигают ряд требований. Среди прочего, они просят отменить решение о включении дорожного налога в акцизы на нефтепродукты. После почти двухмесячного перерыва десятки фермеров из Львовского района возобновили протесты. Они припарковали свою сельхозтехнику у дороги рядом с селом Казангич, где установили палатку. Аграрии разочарованы тем, что не получили обещанную властями в конце лета помощь. Прошло два месяца, а ничего не было сделано. Мы все еще ждем обещанной ранее помощи, но кроме обещаний ничего нет. Мы не просим 9 тысяч леев за гектар, столько, сколько мы потратили на выращивание и обработку посева второй группы, но хотя бы 3 тысячи леев. Потери почти на миллион с чем-то только за посев, что мы не говорим о собранном урожае, потому что мы ничего не собрали. Дорогие семена, дорогие удобрения и топливо. Что делать дальше? Если нас не услышат власти госструктуры, то мы разорены, мы банкроты. Фермеры просят отменить решение о включении дорожного налога в акцизы на нефтепродукты и настаивают на выплате компенсации за вторую группу зерновых, куда входит кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла. Тем не менее, не все аграрии отправились на протест, ведь пока погода позволяет, им надо продолжать полевые работы. Надо закончить пахотные работы. Кто этим займется, если мы будем и там, и здесь? Представители Минсельхоза не пришли на встречу к участникам акции. Мало того, их удивило то, что фермеры возобновили протесты. У нас была согласована встреча на 20 октября 10-го месяца, а сегодня 19-го у нас такой сюрприз. Ладно, это их право, но они все равно могли подождать хотя бы день, чтобы увидеть, каковы результаты переговоров. Василий Шарбан уточнил, что во вторник утром в Минсельхозе должна пройти встреча с фермерами, на которой, как ожидается, будет принято решение по требованиям аграриев. Советник премьера по связям с общественностью Борис Харри не ответил на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать ситуацию. Напомним, в августе аграрии вышли на протест. Тогда они собрались на тракторах у въезда в столицу. Власти тогда пообещали им представить 300 миллионов леев, при том, что глава Кабмина Ион Кику говорил, что потери в области сельского хозяйства превышают 900 миллионов леев. Фермеры получили компенсацию всего в полторы тысячи леев за гектар, хотя требовали не менее трех тысяч. Как и каждый понедельник, в республике сегодня было зарегистрировано сравнительно небольшое количество заболевших коронавирусом. Да и тестов сделали втрое меньше обычного. Итак, за минувшие сутки в Молдове 252 новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 17 человек. Среди жертв 59-летний врач из единиц. Всего с начала пандемии скончали 44 работника системы здравоохранения. Из выявленных сегодня случаев 14 человек являются медработниками. Общее число заболевших с начала эпидемии превышает 67 300, а общее количество летальных исходов от коронавируса – 1600 одна жертва. Кроме того, 851 пациент находится в тяжелом состоянии. Из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Работа парламента парализована. У спикера Зинаиды Гречаны лабораторно подтвержден COVID-19. Она написала об этом на своей странице в социальных сетях вскоре после того, как об этом объявил секретариат парламента. Гречана уточнила, что находится под наблюдением семейного врача и лечится дома, не сообщив, каково ее состояние здоровья. Некоторые СМИ сообщили, что и депутат от ПСРМ Василий Болея инфицирован коронавирусом и даже был госпитализирован. Тем не менее, в беседе с нами парламентарий не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Я сдал тест. И какой у вас результат? Неделю назад у вице-спикера-социалиста Влада Батрынча также был диагностирован коронавирус. А ранее председатель фракции ПСРМ Корнелио Фуркулиц лечился от этого же заболевания. Представители пресс-службы парламента ответили нам, что на данный момент секретариат официально проинформирован о четырех случаях инфицирования среди депутатов, которые находятся на лечении, и о 13 уже прошедших курс лечения. Что касается онлайн-заседаний, то нам сообщили, что это входит в полномочия постоянного бюро назначать дату созыва пленарных заседаний. И отметим, после возвращения с летних каникул было проведено всего несколько пленарных заседаний. Деятельность парламента была приостановлена после того, как у некоторых депутатов был выявлен коронавирус. Тревожная ситуация наблюдается в столице. Власти сообщают, что за последние дни трое дошкалят и 144 школьника заболели COVID-19. Проблематично и с госпитализацией пациентов в больнице. Хотя представители Кишиневской мэрии и утверждают, что медицинские учреждения снабжены всем необходимым. При этом из чуть более тысячи коек, предназначенных для инфицированных COVID-19, свободными остаются немногим более 200. В настоящее время в муниципе Кишинев общее число зараженных коронавирусом превысило 29 тысяч случаев. Смертей от осложнений, вызванных COVID-19, 540, сообщают представители системы здравоохранения. По их словам, количество заболевших растет. По этой причине в столице продолжает действовать красный код предупреждения. Ситуация в муниципальных больницах к этому моменту такова. Из 1022 мест для больных COVID-19, 781 занято госпитализированными. Из общего числа пациентов 43 находятся в крайне тяжелом состоянии, 257 в тяжелом, в состоянии 439 средней степени тяжести. Тревожная статистика наблюдается и в образовательной сфере. Четыре группы из четырех детских садов были закрыты на карантин после того, как трое детей заболели COVID-19. А в школах число детей, отправленных на самоизоляцию, превысило 100 человек. В начальных и средних учебных учреждениях находятся на карантине учащиеся 89 классов, из которых 14 из частных учреждений. 1738 учеников из этих классов проходят онлайн-обучение, в том числе 230 из частных школ. Официальные лица пока не объявляли о повторном введении каких-либо ограничений. Между тем, Генеральная прокуратура сообщила о первом случае смерти от коронавируса, зарегистрированном в учреждении. 17 октября скончалась Надежда Деперяк, сотрудник прокуратуры Единицкого района. Напомним, с начала пандемии общее число инфицированных COVID-19 превысило 67 тысяч. Смертей зарегистрировано почти 1600. В Кишиневе и в нескольких других районах страны был объявлен красный код в области общественного здравоохранения. Но никаких дополнительных мер по борьбе с опасным вирусом принято не было. В Чемишлии ранее власти закрыли детские сады и рынки, но после протеста вскоре всё вновь открылось. И в Единцах растёт число заражённых. Италия наряду с другими европейскими странами объявляет о новых ограничениях по сдерживанию эпидемии COVID-19. Власти Чехии просят вернуться в страну уехавших за границу врачей. На фоне рекордного роста случаев заражения коронавирусом. Тем временем, общее количество заболевших COVID-19 во всём мире превысило 40 миллионов человек. Китайцы заявили о выпуске первой вакцины от вируса нового типа по цене 60 долларов за две необходимые дозы. Власти Италии в воскресенье объявили о новых мерах и ограничениях. 75% госслужащих уходят на удалённую работу. Настоятельно рекомендуется и частному бизнесу перевести работников на дистанционку. Гражданам следует избегать посещения многолюдных собраний, заменив их видеоконференциями. Предполагается, что удалённая работа снизит нагрузку на общественный транспорт, в котором по-прежнему строго требуется соблюдать социальное дистанцирование. Новые правила распространяются и на предприятия общественного питания, которые отныне работают по сокращённому графику. За столом могут сидеть не более шести человек. Власти Чехии обратились с призывом к чешским врачам, работающим за границей, вернуться на родину и помочь своим коллегам в период рекордного роста числа инфекций. И пока медики сутки напролёт проводят в больницах, на улицах Праги проходят акции протеста из-за введённых правительством ограничений. Демонстранты недовольны, что рестораны, бары закрыты, запрещены спортивные соревнования. В воскресенье полиции пришлось применить светошумовые гранаты и водомёты, чтобы разогнать манифестантов, которые по большей части не соблюдали защитных мер. На данный момент более 17% мировых случаев заражения и почти 22% всех случаев смерти от вируса во всём мире приходится на Европу. В то же время в Китае объявили о выпуске «Коронавак» — первой экспериментальной вакцины против коронавирусной инфекции. Две необходимые пациенту дозы будут стоить около 60 долларов. К применению они рекомендованы в первую очередь наиболее уязвимым в условиях пандемии гражданам, таким как медперсоналу, людям, регулярно находящимся в прямом контакте с населением, работникам таможенных служб и туристам, направляющимся в страны с высоким эпидемиологическим риском. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало массовой вакцинации граждан над коронавирусной инфекцией в декабре 2020-го январе 2021 года. Первые партии вакцины «Спутник-5» столица планирует получить в ноябре. По словам Собянина, большое количество случаев заражения в Москве обусловлено большей населенностью по сравнению с другими городами России и с большим количеством проводимых тестов. До начала вакцинации городоначальник рекомендовал гражданам следовать предписанным ограничениям и соблюдать масочный режим. Добавим, за минувшие сутки в Москве выявили 4610 новых случаев инфицирования COVID-19. Их число за неделю выросло на 20%. Всего в России зарегистрировано почти полтора миллиона случаев коронавируса. Выздоровели около миллиона человек. 24 тысячи заразившихся скончались от осложнений. Партия «Платформа. Достоинство и правда» требует отстранить от должности Игоря Дадона и привлечь его к ответственности за государственную измену. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат от ППДП Дину Пленгеу. По его словам, команда юристов партии, в которую в том числе входит и он, готовит по инициативе Андрея Анастасии пакет обвинительных заключений. На основании информации опубликованный Райз Молдова президент Республики Молдова Игорь Дадон под псевдонимом Кремлинович сотрудничает с секретными службами Российской Федерации и в этом контексте мы задокументируем, раскрыл ли он государственные секреты или информацию, которая может нанести ущерб безопасности государства, написал Дину Пленгеу на своей социальной странице. По словам депутата, команда юристов по ППДП готовит пакет обвинительных заключений, которые будут предъявлены Игорю Дадону за государственную измену. Людмила Мунтян, пресс-секретарь независимого кандидата Игоря Дадона, на вопрос нашей редакции в ответ отправила нам сообщение, в котором говорится следующее. Мы приглашаем представителей партии Платформа Достоинства и Правда выразить свои намерения демократическим путем на выборах 1 ноября. Тогда же, как и в 2016 году, они убедятся, с кем, собственно, народ Республики Молдова, говорится в сообщении. Напомним, что Центр Досар и журналисты Райз Молдова опубликовали расследование, в котором подробно рассказывается о вмешательстве российских спецслужб во внутреннюю политику страны. Выявлены и отношения Игоря Дадона с людьми Кремля, а также тот факт, что помимо администрации Владимира Путина существует так называемое Молдовское отделение, которое возглавляет полковник российских спецслужб. Именно он информирует Российскую Федерацию о молдавских политиках и представителях гражданского общества. Государство компенсирует пенсионерам до 50% расходов по оплате счетов за электричество, воду и газ. Это предусмотрено в предвыборной программе кандидатов в президенты от политической партии ШОР Виолетты Иванов, которую она представила на встрече с жителями Штефанводы и Каушан. Она отметила, что у нее есть конкретные решения по увеличению пенсии, которые к 2024 году вырастут до 5000 леев. Люди приветствовали инициативы кандидатов в президенты и выразили надежду на лучшее будущее. Кандидат в президенты от политической партии ШОР Виолетта Иванов рассказала жителям Штефанводы, что ее предвыборная программа «Молдова-2024» предусматривает выделение субсидий на оплату коммунальных услуг. Она пообещала, что если займет пост главы государства, то через несколько лет пенсия увеличится до 5000 леев. Также кандидат представила конкретные решения, которые, по ее словам, приведут к увеличению доходов в бюджет. Мы говорили и о пенсии в размере 5000 леев к 2024 году, а именно, как мы намерены ее покрыть, из каких источников, из тех инициатив, которые появятся, а именно госпонополия на продажу табака и алкоголя, строительство фабрик по переработке фруктов и овощей, развитие туризма и многое другое. Жители Штефанвода и Каушан приветствовали инициативы кандидата от политической партии «Шор». Люди говорят, что повышение пенсии более чем необходимо, потому что денег, которые они сейчас получают, ни на что не хватает. Было бы хорошо, если бы у нас была такая пенсия. Мы были бы довольны тем, что предлагает нам госпожа Виолетта Иванов. У меня лично пенсия 800 леев. Скажу честно, я не могу оплатить коммунальные платежи, не говоря уже о покупке кусочка колбасы или масла. Ранее Виолетта Иванов объявила, что ее предвыборная программа «Молдова-2024» включает четыре компонента. Инфраструктуру и региональное развитие, сельское хозяйство, социальную защиту и здравоохранение, борьбу с коррупцией. По ее словам, каждый компонент предполагает четкое видение и действие с конкретными показателями и решениями. Независимый кандидат на пост президента Игорь Дадон встретился накануне с жителями города Басарабяска. Он призвал граждан прийти 1 ноября на избирательные участки и рассказал о своей предвыборной программе, поделившись приоритетами в том случае, если его выберут главой государства на второй срок. На встрече с гражданами Игорь Дадон заявил, что если он снова станет президентом, то приложит все усилия, чтобы изменить некоторые статьи Конституции, в том числе ту, которая наделит его большими полномочиями. Нужно поменять Конституцию и перейти на президентскую форму правления. Почему? Потому что, вот смотрите, президента выбираем мы вместе, а полномочий у президента нет. Я считаю, что нужно поменять Конституцию, чтобы уменьшить количество депутатов. Я считаю, что это нужно поменять в Конституции и запретить президенту иметь двойное гражданство. Дадон подчеркнул, что будет уделять особое внимание религии, особенно сохранению христианских и традиционных ценностей. Ранее он подвергался резкой критике за негативное отношение к ЛГБТ-сообществу. Я всегда поддерживал православную церковь. Поэтому я за то, чтобы вот эти традиции, эта вера, мы обязательно защищали. Жители Бессарабяски говорят, что возлагают большие надежды на будущего президента, независимо от того, кто победит на выборах. Чтобы зарплаты были, работа была, учеба была, бесплатная медицина. Хочется, чтобы восстановили нашу Бессарабску. Потому что когда-то была крупная станция, а сейчас полностью железная дорога на нулю у нас. Отметим Игорь Дадон, независимый кандидат на президентских выборах, намеченных на 1 ноября. Нынешний глава государства баллотируется на второй срок. Его поддерживает партия социалистов. Решил я стать трактористом. Такими словами Рината Усаты начал видеоролик, где он появляется за рулем небольшого трактора. Кандидат в президенты от нашей партии сообщил, что транспорт финского производства он купил за собственные деньги для нужд города Бельцы и решил его испытать лично. Он проехал за рулем по улицам и тротуарам. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Вернее, посмотрим, что получилось. Видите, да? Он утверждает, что эту технику можно также использовать для опрыскивания дорог и улиц дезинфицирующим средством. Он не рассказал, во сколько обошелся ему новый транспорт и указал ли он эти расходы в декларации о доходах, представленной в Центр избирком. Мы попытались до него дозвониться, но Рината Усаты не ответил на наши телефонные звонки. Добавим, что лидер нашей партии числится первым в избирательных бюллетенях. Кандидат в президенты от избирательного блока Унирия Дарин Киртуаке утверждает, что если он станет главой государства, то будет выступать только за объединение с Румынией. Об этом он заявил на встрече с избирателями в городе Сороке. Киртуаке призвал граждан пойти на выборы, так как каждый голос имеет значение. Во время встречи с избирателями города Сороке Дарин Киртуаке объяснил, почему он ратует за объединение с Румынией. Объединение, с нашей точки зрения, это полноценная европейская интеграция, это национальное достоинство, реабилитация жертв депортации и, соответственно, всех злодеяний, совершенных в советский период. Это означает, что мы войдем в Европу с высоко поднятой головой. Киртуаке также сказал, что если он станет главой государства, то будет настаивать на трех пунктах, которые, по его мнению, приведут к положительным изменениям и приблизят нашу страну к стандартам, действующим по ту сторону реки Прут. Первое – децентрализация. Второе – дать экономическим агентам работать спокойно и запретить все виды проверок, кроме одного пункта, который предусматривает легальное трудоустройство граждан. Чтобы больше не было сотрудников с зарплатой в тысячу-две тысячи леев по бумагам и третье – как можно больше европейских фондов. Дарин Киртуаке, кандидат в президенты от блока Униря, в избирательном бюллетене значится под восьмым номером. Поддержка отечественных производителей, повышение пенсии, минимальная заработная оплата в экономике до 13 тысяч леев и создание новых рабочих мест – это лишь некоторые из обязательств, которые взял на себя кандидат в президенты от партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Настаси. Политик провел встречу с работниками Бельской текстильной фабрики. При этом он не уточнил, где найдет деньги на то, чтобы воплотить в жизнь все, что обещает. Кандидат в президенты от партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Настаси пообещал жителям муниципе Бельцы, что если он возглавит страну, то сделает все возможное, чтобы государственные учреждения работали только на благо граждан. Мы считаем, что для государственных институтов, а также государства в целом, гражданин должен быть центральной фигурой. При этом госучреждения должны сотрудничать и служить гражданину, а не наоборот, как это происходило на протяжении последних 30 лет. Во время встречи один из избирателей спросил Андрея Настаси, почему он не объединяется с другими партиями для совместной работы на благо общества. Скажите, пожалуйста, когда вы собираетесь объединяться со всеми партиями в одну команду, чтобы лучше управлять страной? В ответ кандидат в президенты от ППДП заявил, что только партия, которую он возглавляет, способна что-то изменить в стране. В то время как платформа «Достоинство и правда» работала за объединение в интересах общества и народа, другие видели в этом союзе только свои личные интересы. В этом и разница между нами. Ранее Андрей Настаси обратился к кандидату от ПДС Майя Санду с предложением отказаться от участия в предвыборной гонке в его пользу, следуя его примеру на президентских выборах 2016 года. В партии действий «Солидарность» не прокомментировали обращение Настаси, но во время дебатов на нашем телеканале представитель Санду Михай Папшой заявил, что 1 ноября решит народ, было ли обосновано обращение Настаси. К другим темам. Ремонт улицы Албешуара в Кишиневе завершат в середине ноября, хотя ранее ее планировали сдать в конце октября. Причиной стали трудности, возникшие при замене коммуникаций. В столичной мэрии отметили, что ремонт части дорожного полотна пришлось перенести на поздний срок, чтобы в дальнейшем не вскрывать новый асфальт для замены коммуникаций. Одна из важнейших артерий Кишинева – улица Албешуара в окопах. В эти дни работы проводит столичный водоканал. Меняют коммуникации. Именно по этой причине свежее дорожное полотно здесь появится не к 25 октября, а к середине ноября. Там меняются трубы очень большого объема. И несмотря на это, мы хотим убедиться, что на будущее там не будут никакие поломки, чтобы не резать опять новый асфальт. Из-за того, что очень большие трубы и на большой глубине, из-за этого и вот эти сложности. И пока рабочие прокладывают новые коммуникации, ремонт самого дорожного полотна идет на других участках. В столичной мэрии убеждают, что дополнительные затраты не потребуются. В обыканале говорят, что затягивать с работами не станут. Мы сделаем это как можно скорее. Диаметр 1200 – очень большая труба. Это магистральная труба. Отметим, столичную бешуару начали ремонтировать в начале августа. Работы должны были завершить до 25 октября. И несмотря на то, что часть улицы уже преобразилась, во время сильных дождей она по-прежнему уходит под воду. Система ливневой канализации с осадками не справляется. В минувшее воскресенье в столице Беларуси прошел партизанский марш. Своеобразная акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. По данным Евроньюз, в акции участвовало более 15 тысяч граждан, которые протестовали против режима Александра Лукашенко. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек. Очередной массовый протест. В воскресенье в беларусской столице прошел партизанский марш, задуманный как акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. Как и в предыдущей неделе, метро Минска объявило о закрытии станции в центре города, а операторы сообщили об ограничении мобильного интернета. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать сторонников оппозиции, собирающихся на несанкционированный марш. По данным СМИ, в акции участвовало более 15 тысяч человек. Задержано около 200 человек. Тем временем депутат норвежского парламента предложил выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира в 2021 году глав оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. По его мнению, они сыграли особую роль в борьбе с тоталитарным режимом в своей стране и достойны стать лауреатами. Напомним, протестные марши в Беларуси проходят как в столице, так и в других городах страны уже 11-ю неделю подряд. Каждое воскресенье после того, как Лукашенко был объявлен победителем прошедших в стране 9 августа выборов главы государства. Против протестующих правоохранителей используют слезоточивый газ и резиновые пули. Ранее замглавы белорусского МВД заявил, что милиция в случае необходимости будет стрелять. Минувшей ночью в Дурлештах по сотруднику полиции открыли огонь. Зам. начальника Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гроссу рассказал нашему телеканалу, что предварительно было установлено, что в какой-то момент между полицейским, который был не при исполнении, и мужчиной разгорелся конфликт. Преступник, у которого с собой было оружие, законно ему принадлежащее, выстрелил в сторону правоохранителя. Он был в гражданском, в нерабочее время. Мы не знаем обстоятельств, непонятно откуда взялось оружие, что стало причиной конфликта и так далее. Печально, что был ранен сотрудник полиции. Пресс-секретарь Института скорой помощи Дарина Арсений сообщила нашему телеканалу, что жизни сотрудника Национального инспектората общественной безопасности ничего не угрожает. Сейчас он находится дома под наблюдением семейного врача. Стрелявший задержан на 72 часа. Ведется следствие. Традиционно в середине октября сельхозпроизводители собираются на осенние ярмарки в муниципе Аргеев. На состоявшемся в воскресенье мероприятии свою продукцию представили местные производители, а народные умельцы предлагали посетителям свои работы. Праздничную атмосферу создавали звуки фанфар. На осенней ярмарке, организованной в муниципе Аргеев, сельхозпроизводители из регионов предлагали покупателям разнообразные товары. Тут были свежие фрукты и овощи, и продукты пчеловодства. Сейчас пандемия, и нам не очень-то есть, где реализовывать товар. Мы рады, что нас сюда пригласили. Это очень хорошо. Благодарим организаторов. В мероприятии приняли участие несколько народных мастеров, которые представили разнообразные деревянные изделия, керамику, а также традиционные молдавские костюмы. Мария Полей приехала из села Вышкаутс Аргеевского района. Женщина говорит, что с нетерпением ждала организации подобной ярмарки, учитывая, что из-за пандемии в этом сезоне ей негде было продавать свои работы. Все это было сделано в период пандемии. У меня появилась возможность приехать и продать свой товар, чтобы заготовить и на будущее такие же красивые вещи. Покупатели не упустили возможность приобрести свежие продукты. Каждый год я хожу на такие мероприятия, где нахожу много натуральных продуктов. Сегодня купил хороший мед и, самое главное, натуральный шоколад молдавского производства. Местные власти подчеркивают, что цель подобных ярмарок – поддержать местных производителей, как из Аргеева, так и из других регионов страны. Мы должны быть рядом с ними в период пандемии, в год, когда засуха, чтобы продвигать продукцию из Молдовы, или, как мы еще говорим, аргеевскую продукцию. Мы решили собрать фермеров из Аргеевского района. На осенней ярмарке в этом году ничего не было организовано, а плюс ко всему мы хотели соблюдать традиции. Присутствовавшая на мероприятии депутат Марина Таубер подчеркнула важность проведения подобных ярмарок. Эта осенняя ярмарка чудесная, красивая. Она имеет важное значение не только для сельского хозяйства, но и для культурной и социальной сферы. Осеннюю ярмарку организовали мэрия муниципи Аргеев и Аргеевский районный совет. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Далее прогноз погоды по республике и за рубежом на вторник. Оставайтесь на нашем телеканале. Хорошего вечера и добрых новостей. В Кишиневе 20 октября будет 15 градусов тепла. В Бричанах ожидается 12 выше нуля. В Бельцах будет плюс 14. В Сороках также 14 градусов с положительным знаком. Во Флорештах 13 выше нуля. В Леушенах плюс 16. В Аргееве, Унгенах и Дубосарах 14 градусов тепла. В Террасполе плюс 15. В Камрате и Кагуле 16 выше нуля. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте 15 градусов тепла. В Киеве 11 выше нуля и осадки. В Москве будет плюс 7. Дожди. В Лондоне плюс 16. В Мадриде 18 выше нуля. Дожди. В Париже 14 градусов тепла. Пройдут осадки. В Риме плюс 20. В Берлине 12 выше нуля и дожди. В Афинах 21 с положительным знаком. И тоже пройдет дождь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!